Дорожная авария Алла, скажите, пожалуйста, в чем смысл страхования от травм, болезней, несчастных случаев? В любое время года мы подвержены разным непредвиденным ситуациям. Летом мы ведем активный образ жизни, можем нанести какие-то повреждения себе зимой. Также каждый из нас много раз падает, некоторые из нас ломают разные части тела. Происходит достаточно много неприятных ситуаций. Я предлагаю, прежде чем мы продолжим беседу, вспомнить, когда и как появилось страхование. Прошу. Точную дату возникновения страхования назвать не может никто. Уж очень давно это было. Самые ранние формы защиты интересов возникли еще в древности. В их основе взаимопомощь. Еще 2000 лет до нашей эры купцы в торговых караванах заранее договаривались между собой, что в случае потери товара они разделят убытки поровну. В стародавние времена существовало даже некоторое подобие страхования жизни и здоровья. Например, рабочие, трудившиеся на строительстве великих египетских пирамид, организовывали специальные кассы. Средства из этих фондов потом отдавались пострадавшим труженикам. О появлении страхования на Руси свидетельствует свод законов «Русская правда», написанный в конце 10-го столетия. В случае смерти человека вся община должна была финансово поддержать пострадавшую семью. В 16-м веке появился документ под названием «Стоглав», в 72-й главе которого об искуплении пленных упоминается создание специального фонда в царской казне. Он как раз и был предназначен для выкупа пленных из татарского рабства. Собирали материальный резерв, что называется «Всем миром». Алла, расскажите, в каких случаях можно получить эту самую страховую компенсацию и от чего зависит ее размер? Во-первых, при заключении договора страхования обязательно нужно посмотреть условия, потому что состав тех событий, от которых вы страхуетесь, он может быть разным в зависимости от страховой компании и от вашего выбора. Как правило, в базовую страховку входит смерть и инвалидность в результате несчастного случая и также травмы. Причем выплата может быть больше или меньше в зависимости от того, какое именно повреждение получает человек. Поэтому здесь может быть на ваш выбор, по предложению страховой компании необходимо в момент заключения договора сразу это предусмотреть. Я вижу вот одни плюсы. Почему тогда, я буду говорить про нашу страну, не самая популярная услуга страхования у россиян? Страхование, действительно, я считаю, что это недооцененная услуга на сегодня. Автовладельцы уже начинают понимать, насколько это хорошо. Если посмотреть страхование ОСАГО или страхование КАСКО автомобиля, то это уже довольно популярные виды ОСАГО в силу его обязательности. Но, тем не менее, многие уже оценили, им нравится это страхование КАСКО. Тоже многие автовладельцы понимают, что ремонт – это достаточно дорогое дело. Но страхование, допустим, от несчастных случаев, я считаю, что оно всерьез недооценено. Населением, в первую очередь, в силу того, что просто не понимают, насколько это выгодно. Потому что застраховаться это деньги нужно заплатить сейчас, а произойдет, не произойдет со мной что-то, мы все надеемся всегда на лучшее. Это, наверное, наша ментальность, согласитесь? Потому что мы, я знаю, за границей, в Америке, там вообще, я не знаю, с самого рождения себя сразу же пытаются обезопасить. А мы, у нас вот привычка такая – сейчас деньги. Нет, нет, давайте лучше потом деньги, а потом, может быть, и не быть. Да, и многие, кстати, жалеют о том, что они не застраховались, именно тогда, когда уже что-то происходит. Наши корреспонденты провели работу и собрали информацию о том, что нужно сделать, чтобы получить страховку. Ольга решила застраховать свою дочь. Девочка занимается современными спортивными танцами, поэтому травмы во время тренировок и соревнований неизбежны. Нет, это не опасный вид спорта, но везде есть вероятность получить травму. Она у меня очень непоседливая и дома, она у меня постоянно прыгает с диванов, с спортивного комплекса и также на танцах. Получить страховой полис на ребенка не так уж и трудно. Достаточно взять с собой паспорт и свидетельство о рождении вашего чада. Буквально несколько подписей и заветная бумага в кармане. Кстати, ту же процедуру можно пройти, не выходя из дома. Сейчас все страховые компании идут ногу со временем, поэтому любой может зайти на сайт компании, оформить заявку на полис, либо создать его онлайн, либо позвонив на телефон горящей линии той или иной компании. Что касается нашего города, города Хабаровска, как часто здесь страхуют свою жизнь? Много ли людей прибегает к этой услуге? Да, все больше клиентов начинают страховать жизнь. Многие из них первый раз пробуют страховку по предложению страхового агента, либо страховой компании. И дальше, когда уже им нравится быть защищенными, они понимают, что в случае чего они в достаточной безопасности находятся, они дальше продлевают страховки. Очень многие начинают страховать детей. Кому в первую очередь нужна вот эта защищенность? Каким слоям населения? Кто это? Я скажу, что всем. Потому что, смотрите, если мы, допустим, взрослые работающие люди, то часто мы являемся основными кормильцами нашей семьи. Если что-то с нами происходит, то наши родные и близкие оказываются в очень неприятной ситуации. Есть у нас дети. Дети очень активные, очень часто происходят какие-то случаи, травмы, ушибы и так далее. Нужно страховать? Конечно, нужно. Пожилые люди, тоже мы все знаем, как часто зимой они падают, и переломы наиболее часто встречаются именно у пожилых людей. Поэтому я бы сказала, что каждому нужна страховка. Единственное, что могут быть какие-то отличия. В завершении беседы хотелось бы спросить такой немаловажный вопрос. Вот наступил, да, ну не дай бог, страховой случай. Вот получение, а как этот момент происходит? Вот уже говорили, что кто-то затягивает или... Самое главное, в первую очередь, успокоиться и позаботиться о здоровье, начать оказание медицинской помощи, которая необходима. Обязательно брать с собой справки, которые врачи обязательно и так предлагают. Необходимо в кратчайший срок известить вашу страховую компанию о том, что произошло страховое событие. Как правило, это можно сделать и по телефону, и через сайт. Многие компании на сегодня такую возможность предоставляют. Либо просто прийти в офис. И после того, как лечение будет завершено, все документы собраны. Как правило, страховые компании дают вот этот временный лаг на то, чтобы завершить лечение и собрать все документы. После этого с этим комплектом документов подходите в страховую компанию. Что это за документы? Ну, если это травма какая-то, то это справки от врача. Что это было? Если в страховку предусмотрено покрытие медицинских каких-то расходов, связанных с лекарствами дополнительным, чем-то еще, то эти чеки, справки и так далее тоже прикладываете. Все сохраняем в общем. Все обязательно сохраняете, да. Подаете письменное заявление в страховую компанию. И после того, как полный комплект документов вы предоставили, как правило, 15-20 дней нужно для того, чтобы все это проверить, сделать начисление и выплатить эти деньги. Ну что же, Алла, во-первых, спасибо вам большое, что пришли к нам, спасибо за беседу. Я, да и не только я, зрители узнали много для себя нового и полезного. Я, дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях был директор по розничному бизнесу страховой группы ХОСК Алла Солдатова. Ну, предновогоднее настроение, не можем вас просто так отпустить. Я думаю, что вы можете и своим клиентам, и в принципе всем хабаровчанам поздравить с наступающим Новым годом. Прошу. Да, я поздравляю всех хабаровчан с наступающим Новым годом, желаю всем отличного настроения, любви, благополучия и обязательно крепкого здоровья. Это очень важно, и если вдруг вы еще не знаете, что подарить на Новый год, рекомендую вам подарить страховой полис. Это очень оригинальный подарок, который, как правило, сам себе не подаришь, но получить очень приятно, и он очень полезный. Поэтому еще раз поздравляю всех с праздником, желаю всем хорошо провести каникулы. Мы присоединяемся к вашим поздравлениям. Спасибо большое еще раз, что пришли, и удачи.